Венера в рыбах с 11 марта по 5 апреля. Это самый красивый транзит Венеры. Венера в рыбах в экзальтации, ее дневная обитель весы, ночная обитель телец, а вместо экзальтации именно знак зодиака рыбы. Это самая сильная, самая красивая, самая яркая, самая проявленная, самая прекрасная Венера. Поздравляю вас с этим транзитом и сейчас пойдемте по всем знакам зодиака, что принесет каждому знаку зодиака данный транзит. Конечно, я говорила об этом в своих гороскопах на март, пересмотрите, пожалуйста, но сейчас будет дополнение. Пусть информация всем во благо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заказывайте свои личные гороскопы, мой номер телефона в комментариях под данным видео и сейчас на вашем экране. Уважаемые овны, Венера в вашем 12 доме гороскопа, самая мистическая, волшебная Венера, может принести вам любовь с человеком из-за границы. Если у вас уже такие отношения не будут развиваться, если вы как раз-таки в поисках любви, то можете встретить любовь в период транзита Венеры в рыбах. Если вы отправитесь в путешествие, эта встреча может произойти именно в путешествиях. Также данный период хорош для эмиграции и для получения денег из-за границы, либо денег в иностранной валюте. Взаимодействие со всем тайным, со всеми тайнами тоже проходит по такой Венере. Идеально обращаться на таком транзите к тарологу, к астрологу, либо к любому другому человеку, которому может доверить тайны. Обращайтесь ко мне лично, мой номер телефона в комментариях под данным видео. Уважаемые тельцы, Венера управляет вашим знаком Зодиака, ваш знак — ее ночная обитель, поэтому, конечно же, Венера всегда вам благоволит, любой ее транзит для вас благоприятен. Венера в 11 доме — это рука небес, это подарки с небес. Кто-то картиночку специально подобрал, а здесь словно цветы падают с неба. Действительно, вот такой период будет для вас с 11 марта по 5 апреля, когда действительно по обращению, конечно же, вашему к высшим силам, к небу, вы будете получать дары желанные. Это прекрасный период для тех, кто ищет любовь. Венера отвечает за любовь, и здесь любовь действительно может прийти как подарок небес, то есть вымоленная, та, которую просили вы у своего рода, у своих ангелов-хранителей. Особенно это касается тех, кто собирается вступить в третье серьезное отношение в свою жизнь, если вам более 40 лет, тоже про вас. Естественно, тут и про деньги транзит. Это деньги через интернет, какие-то онлайн проекты будут приносить вам большой доход, если вы работаете в интернете, тоже очень прибыльное время. Любовь может тоже быть онлайн, по переписке, общения много именно в интернете. Здесь, если у кого-то отношения с иностранцем есть уже, либо сложатся, то здесь, возможно, прилетит кто-то к вам. Если у вас есть возможность самостоятельно куда-то полететь, то это может быть и ваше путешествие тоже. Прогноз общий. В зависимости, конечно же, от вашей индивидуальной карты рождения данный транзит проигрывается индивидуально. Для более точного гороскопа обращайтесь ко мне лично. Сейчас вы слышали общий прогноз, не забывайте об этом. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Уважаемые близнецы, у вас Венера в 10-ом доме гороскопа. Она принесет вам прежде всего работу, хорошую, улучшение работы. Если нет работы, возможность найти. Если работа есть, то какие-то продвижения, и в том числе финансово, улучшатся. Может ситуация, может вам будет поднята зарплата, либо премия. И так далее, и так далее. Какие-то чаевые. Опять же, если вы работаете где-то в таких сферах, где предполагаются чаевые. Тема любовная. Если кого-то интересует, то здесь возможно встретиться с любовью именно через работу или благодаря работе. А также служебный роман. Ставьте лайки, заказывайте свои личные гороскопы. Уважаемые раки, у вас тема путешествий. Конечно, не все из вас, кто меня слушает, имеют такую возможность. Но тем не менее, я должна сказать, что те, кто путешествует, период с 11 марта по 5 апреля как раз-таки может принести вам чудесное путешествие. Тут и командировки, тут и учеба, тут и паломничество. Тут и, может быть, если вы едете за границу полечиться к какому-то врачу. Если вы не путешествуете в прямом смысле слова, то, возможно, очень много смотрите передач на ютубчике, на иностранные языки. Изучаете иностранные языки, другие веры, другие религии. И хорошие традиции для тех, у кого вторые серьёзные отношения, второй брак. А также, если у вас отношения с иностранцем, который живёт за границей, либо с иностранцем, который живёт у вас в стране, здесь тоже эти отношения актуализируются. Если вы ищете любовь, то как раз-таки присмотритесь к иностранцам. Заказывайте свои личные гороскопы, подписывайтесь на канал. Уважаемые львы, Венера в период с 11 марта по 5 апреля идёт по вашему дому кризиса. И, конечно же, она в этом доме улучшает все кризисы. Вот буквально как на картиночке, которую я для вас подобрала. Если какие-то были у вас раны, душевные, либо даже, не дай бог, телесные, хотя и то, и другое, конечно, не дай бог, но в любом случае это жизнь. И обычно раны, душевные, телесные есть у каждого человека. И болезни, и кризисы, и болеть может и ваша квартира, и ваши финансы, и вообще разные сферы вашей жизни. Так вот Венера, она излечивает все болезненные моментики, все пунктики вашей жизни. И, конечно же, по Венере, прежде всего, если у вас болеет тема любовная, скажем это так, и если у вас болеет тема финансов, вот эти сферы будут улучшаться. Так что период очень благоприятный. Он даже подходит для проведения операций. Но, естественно, сейчас вы слышите общий прогноз, поэтому здесь я не могу говорить всем 100%. Нужно смотреть, где лично у вас в вашей антальной карте этот транзит проигрывается. Эта информация общая и более она, конечно, актуальна для тех, кто лев по асценденту, нежели по солнышку. В любом случае здесь вас ожидает улучшение вашей жизни. В любом случае. Будь то у вас во льве солнце или луна, или Венера, кстати, особенно если у вас тоже во льве. У вас приход в жизни энергии любви, которая исцеляет. Здесь любовь и страсть. Если вы одиноки, то можете начать новый страстный любовный роман. Если вы в отношениях уже, то страсть будет разгораться. Заказывайте свои личные гороскопчики. Уважаемые девы, для вас транзит Венеры по знаку зодиака рыбы в период с 11 марта по 5 апреля, конечно же, очень свадебный, очень любовный. Поэтому больше он актуален для тех, кто сейчас именно хочет заключить брак, не боится 24-го года. Данный транзит очень благоволит. Если вы в первых серьёзных отношениях, даже если не официальных, то в любом случае есть у вас улучшение отношений. В любом случае партнёрство будет идти в рост, в развитие. Тема партнёрства расцветает по весне именно в этот период, именно по этому транзиту Венеры. Поэтому, конечно, транзит вообще-то брачный, но если у вас тема брака даже и близкой рядом нет, тогда это тема какого-либо партнёрства. Значимого, первого вот такого очень серьёзного партнёрства, даже если не официального. Кстати, может быть, и опять же, это вообще даже не любовная тема, а финансовая, так как Венера также отвечает и за финансы. Поэтому, конечно, партнёрство любовное прежде всего, но и тема финансов тоже. К примеру, если у вас партнёрский бизнес сейчас, то это также очень хороший транзит, это также очень хороший период именно для партнёрского бизнеса, как и для заключения брака. Заказывайте свои личные гороскопы. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Уважаемые весы, Венера управляет вашим знаком Содиака. Вы дневная обитель богини любви Венеры. Венера отвечает за любовь и за деньги. У вас она в шестом доме гороскопа в период с 11 марта по 5 апреля. Конечно же, это прежде всего больше про деньги, так как это дом бытовой, скажем так, решение бытовых вопросов и рабочий. Поэтому на работе может быть у вас улучшение. Если у вас нет работы, можете её найти. Также повышение зарплаты, улучшение условий труда, когда вас переводят в лучший, более тёплый, например, офис, либо светлее становится, теплее может быть в офисе, может быть вообще компания куда-то переезжает даже. Но в любом случае что-то улучшается. Цветов много, какой-то радости. Женщина может прийти на работу, красивая. И также вы, может быть, та самая женщина, которая будет украшать место, в котором работает. Если у вас тема любви и вы хотите найти новую любовь, то смотрите, через работу, скорее всего, она к вам придёт. Хотя, может быть, через какие-то другие вопросы, в том числе, если вы будете решать вопросы со здоровьем. Шестой дом гороскопа – это дом здоровья, поэтому, возможно, в связи со здоровьем вы познакомитесь с своей любовью. Может, пойти в какую-то частную клинику, будете ждать приёма и познакомитесь, с человеком, который тоже ожидает своего приёма. И вот такая вот любовная история. Бытовые вопросы тоже могут вас свести с вашей любовью. Если у вас есть домашние животные, например, вы понесёте своего котика к ветеринару, там тоже в клинике ветеринарной с кем-то познакомитесь. То есть какие-то вот такие обычные, достаточно даже нудные занятия могут вас привести к любви, если вы любовь ищете. Если любовь у вас уже есть, то здесь какие-то бытовые вопросы будете вместе решать. Совместный быт тоже очень хорош по такой Венере. Заказьте свои личные гороскопы. И помните, что у вас весь год южный узел в вашем знаке зодиака, поэтому время у вас в любом случае очень кармическое. Обращайтесь, буду рада помочь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Уважаемые сгорпионы, Венера в вашем знаке зодиака в самом худшем для себя положении, а вот в знаке зодиака рыбы, где она будет с 11 марта по 5 апреля, она в лучшем для себя положении. Поэтому если у вас по жизни какие-то проблемы с любовью, она кризисной является для вас, то данный период именно в транзите с 11 марта по 5 апреля может улучшить вашу ситуацию и время прекрасное для того, чтобы прорабатывать Венеру. Венера в рыбах в 11 символическом для вас доме. Напоминаю, что общий гороскоп у вас, может быть, она и в другом доме. Но по общему гороскопу, пятый дом гороскопа — это самый любовный дом. Действительно, когда вы можете в самом мягком, самом нежном, самом приятном ключе исправить свою ситуацию любовную. Особенно это актуально для тех, у кого сейчас какой-то кризис в любви. У кого сейчас отсутствие любви вообще. Кризис такой, что нет его вообще совершенно. То есть как раз-таки она может появиться. То есть кто одинок? Встреча с любовью в период с 11 марта по 5 апреля тем более, что и затмение входит в этот период. Поэтому очень кармический период. Для тех, у кого какие-то трудности, улучшения. Причём, кстати, отношения не только любовные мужчины и женщины, но и детско-родительские тоже могут улучшиться. И вообще это время очень про любовь. Поэтому здесь вы можете заниматься всеми любимыми делами, общаться со всеми любимыми людьми. И здесь в путешествии, для кого есть такая возможность, и заниматься хобби, и монетизировать своё хобби. Также, если у вас есть своё дело, своё малое дело, то в период с 11 марта по 5 апреля оно будет идти великолепно. Конечно же, это общий гороскопчик. Обращайтесь со своими личными гороскопами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Уважаемые стрельцы, у вас Венера в четвёртом доме гороскопа. Это дом дома. Поэтому очень может быть, что будете заниматься именно украшением своего дома. Время, подходящее для косметического ремонта, но не для капитального. Для того, чтобы сменить текстиль, может приобрести новую мебель. Но, опять же, это нужно делать до 2 апреля и до ретро-Меркурия. В любом случае, очень захочется украшать дом. Венера отвечает за искусство, за красоту. Очень много будет хотеться делать в доме, для дома чего-то красивого. Поэтому абсолютно любые ваши увлечения, может быть, кулинарное у вас искусство, ваше направление, может быть, вы художник, может быть, делаете одежду, может быть, работаете на дому. В любом случае, здесь любовь к дому, а также к родине, вообще в глобальном значении этого слова, может быть проявлено по этому «кто как», но будете заботиться об окружающем вас пространстве, минимум о своём месте жительства. Также вопрос взаимоотношения с мамой. Может быть, у кого-то из вас в роду сейчас ожидается пополнение, может быть, у вас появится девочка в семье, она может появиться через то, что родится, к примеру, у вас племянница, либо появится невестка. Ну а может быть, кто-то ждёт ребёнка, девочку, и появление ребёнка. Даже так, время, на самом деле, базовой любви к миру – это период с 11 марта по 5 апреля. Будьте счастливы в это время. Закажьте свои личные гороскопчики и ставьте лайки. Уважаемые кадроги, у вас Венера в третьем доме гороскопа – это очень разнообразный дом, дом общения, коммуникации, связи и знакомств. Давайте, наверное, со знакомств начнём. Те, кто из вас одиноки, то в период с 11 марта по 5 апреля можете познакомиться. Также знакомства могут пройти по любой другой тематике. По третьему дому гороскопа идут прекрасно и свидания, и собеседования. Поэтому любые другие знакомства, которые вам нужны, в этот период будут благоприятны. Конечно же, Венера отвечает, прежде всего, за любовь, поэтому делаем акцент на любви. Ну и какие-то деловые вопросы тоже запросто можете порешать. Венера также отвечает за деньги, поэтому здесь какие-то знакомства, связанные с финансами. Получение консультаций и услуг тоже будет идти хорошо в период с 11 марта по 5 апреля. Венера в третьем доме, ещё раз подчеркну, отвечает и за свидание, и за собеседование, и за любые другие важные переговоры тет-а-тет. Именно тет-а-тет. Поэтому если вам нужно с кем-то о чём-то поговорить, да. Третий дом гороскопа – это дом братьев, сестёр, дядь, тёть, племянников, племянниц, соседей, коллег, ближайшего окружения. Поэтому абсолютно любой разговор в этот период будет складываться, то, что называется, полюбовно. Удастся договориться. Венера вообще отвечает за договоры, за переговоры, за дипломатию, в том числе по знаку Зодиака Весы по её первой обители. У нас сейчас в Весах Южный узел, поэтому дипломатичность и переговоры в разных значениях этого слова будут актуальны в данный период. Третий дом гороскопа отвечает также за бытовые приборы, гаджеты, автомобили и любую другую технику. Также за технику в значении того, что овладение какими-то навыками. Поэтому можете научиться пользоваться чем-то новеньким, каким-то новым программам на компьютере, если вы устанавливаете, учитесь ею пользоваться. Не умели вы пользоваться швейной машинкой? Научитесь в этот период? Не умели вы, не знаю, записывать видео, например, научитесь? И так далее, и так далее. То есть разные-разные умения, навыки, знания, умения, навыки по третьему дому гороскопа идут. Что касается покупки крупной техники, в том числе автомобилей, то это нужно делать до 2 апреля, до ретро-меркурия. То же самое, если у вас какая-то спланирована новая учёба, какие-то курсы, либо, может быть, непродолжительные, вообще, может быть, один раз на какой-то мастер-класс хотите сходить, то тоже это лучше всё делать до 2 апреля, хотя транзит до 5, но, тем не менее, со 2 апреля у нас начинается уже ретро-меркурия. В общем-то, тема лёгкости жизни вообще в общей сложности. Тема денег, кстати, ещё тут торговля очень хорошо идёт. Кто из вас работает в сферах торговли, будет очень хорошо. А кто хочет что-то продать удачно, либо купить, тоже хороший период. То есть у кого-то стоит в потоке, так сказать, кто работает, то у вас будет больше клиентов, лучше идут эти продажи. Кто хочет как-то что-то одно продать один раз за год, то тоже пойдёт хорошо. То есть купля-продажа идёт хорошо этот период. Ну и в целом этот период будет для вас очень разговорный, переговорный. Может, будете много писать, много говорить, много о себе заявлять. Как на картинке, которую я для вас подобрала, может, будете много общаться по телефону. Вот вам и Венера в третьем доме. Это она и есть. Венера, которая общается по телефону. В общем-то, период лёгкости жизни, с чем я вас поздравляю. Заказывайте личные гороскопы и будьте счастливы. Уважаемые водолеи, у вас Венера во втором доме гороскопа. Это, конечно же, лакшери Венера. Это, конечно же, о денежках. Венера во втором доме гороскопа, она обожает деньги. Венера вообще отвечает за деньги. Но во втором доме она их приносит, как вы понимаете. Второй дом – это дом зарплаты и повышения зарплаты. Возможно, у вас в период с 11 марта по 5 апреля и премии, и какие-то надбавки, и чаевые. Если вы работаете в таких сферах, там, где предполагается, особенно, да, там, где предполагается выплата дополнительных средств, то, конечно же, это про вас. Венера во втором доме может принести вам интерес к какому-то новому направлению деятельности, через которое будут тоже приходить деньги. То есть дополнительный источник дохода такая Венера тоже приносит. Если у вас тема любви сейчас, то, скорее всего, любовь к себе – это любовь первая, да, которая у вас сейчас. Скорее всего, сейчас вы очень много в себя вкладываете, в том числе и денег, и вообще любите себя. То есть у вас период любви к себе и к денежкам, уважаемые водолеи. Если вас интересует тема партнёрских взаимоотношений, то здесь каким-то образом вас с любимым человеком, будущим, да, возлюбленным, будущим партнёром сведут деньги. Ну вот уж не знаю как, подумайте сами, думаю, что вы придумаете. Я вам всем желаю, кто сейчас одинок, самостоятелен, на свободе, конечно же, встретить такого же, как вы, достойного человека. И здесь возможна встреча именно с богатым человеком. Если вы сами богаты, то встречаете тоже богатого человека. Будьте счастливы и богаты. Уважаемые рыбы, Венера в вашем знаке зодиака – это, безусловно и бесспорно, самый лучший для вас транзит, период с 11 марта по 5 апреля. Просто идеальный период для вас. Здесь у вас улучшения по двум главным сферам. Во-первых, это любовь, во-вторых, это деньги. Но также такая Венера может дать вам улучшение вашей внешности, внешнюю красоту, естественно, не без ваших усилий. Также улучшение здоровья. Если у вас какие-то вопросы с документами, тоже. Вообще Венера в первом доме может решить абсолютно любую вашу проблему через энергию любви, естественно. То есть если вы любите, если вы с любящим сердцем человек, человек – это и есть тот, кто умеет любить, и человек – это и есть тот, у кого есть сердце. Если вы человек, то Венера, конечно, вам будет благоволить в любой абсолютно сфере вашей жизни. Но акцента больше, конечно, следует сделать на любовь, на деньги и на вашу сферу здоровья, внешности. Я думаю, что вы понимаете, что внешность очень часто связана со здоровьем, поэтому можно соединить в одно. Но вопросы имени, документы, другие какие-то такие серьезные вопросы тоже можете запросто, легко, как по волшебству, медленно и плавно решить в период с 11 марта по 5 апреля. Уважаемые рыбы, заказывайте свои гороскопы лично для себя, также свои соляры. Заказывайте у меня лично мой номер телефона в комментариях под этим видео. Если вы ищете любовь, то, естественно, я думаю, тут даже и говорить не стоит. Просто прекраснейший, шикарнейший период и шикарный период в том числе и до заключения брака, и для того, чтобы начинать вместе жить. И вообще просто для всего, чего вы хотите, всего, о чём вы желали, мечтали. Все ваши мечты здесь осуществляются. Будьте счастливы, всех благ, всего доброго. Продолжение следует...